Это стартовый тренинг для новых партнеров. Напишите, пожалуйста, есть ли у нас здесь в этой виртуальной комнате люди, которые первый год в компании Project V? Есть ли у нас люди, которые, в общем-то, являются еще новыми партнерами нашей компании? Поставьте единичку, если вы первый год, и двоечку, если вы больше, чем один год. Отлично. Я вижу, вы пишете. Обычно еще за компьютерами бывает несколько человек. Очень рада. Я представлюсь. Меня зовут Анастасия Максутова. И уже больше 20 лет я являюсь партнером компании Project V. Пришла я в этот бизнес, когда мне было 19 лет. На тот момент я была студенткой педагогического университета, факультет филологии. И вот с тех пор я сотрудничаю с компанией. Это моя работа, моя профессия, моя жизнь. Потому что я никогда в своей жизни не работала по найму. Все, что я делаю, это бизнес с компанией Project V. И сегодня мне хотелось бы поделиться с нашими новыми партнерами информации и с теми партнерами, которые уже какое-то время в этом бизнесе. И, возможно, им эта информация поможет, как быстрее помочь своим молодым партнерам, новым партнерам стартовать в этом бизнесе. Мы поговорим о том, что нужно знать, что нужно делать, начиная свой бизнес с Project V. Итак, что такое Project V? Project V – это бренд-платформа, где каждый может изменить свою жизнь к лучшему. Кто-то приходит для того, чтобы улучшить свое здоровье. Если у нас есть люди, которые пришли в компанию, чтобы улучшить свое здоровье, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат. Есть люди, которые пришли для того, чтобы построить свой бизнес, чтобы начать зарабатывать? Если есть такие люди, поставьте десяточки. Здорово. А я знаю еще людей, которые пришли и здоровье поправить, и еще и деньги при этом зарабатывать, и получать удовольствие от жизни. Да, вот я вижу, кто-то суммировал и поставил 15. Люди, которые пришли сначала за возможностью использовать продукты, о котором мы и дальше с вами поговорим, получая свои результаты, уже думают о том, что насколько это востребованный продукт, а значит, он нужен людям, значит, он нужен рынку, и с этим продуктом можно зарабатывать деньги. Вот скажите мне, пожалуйста, кому нужно здоровье? Только молодым людям, которые еще здоровы, или только пенсионерам, пожилым людям, у которых много проблем? Я вижу, вы пишете всем. А когда нужно здоровье? Когда человек полон силы и энергии, или когда он уже имеет много проблем? Вот в какой момент жизни нужно здоровье? И детям нужно здоровье? То есть всегда. А в какой стране нужно здоровье? Только в России, или, может быть, только в Германии, или во Франции, или в Узбекистане, или в Монголии нужно здоровье? Всем, всегда и везде. Вот это как раз та мысль, которая меня посещала, когда я выбирала эту компанию именно как бизнес, как то дело, которому я хочу посвятить свою жизнь. Потому что здоровье – это то, что нужно, действительно, нужно всем, всегда и везде. Вот. И наш продукт, да, наша компания, она действительно работает над улучшением качества жизни тех людей, которые приходят в эту компанию. Я сегодня буду говорить именно о продукте Project V. Почему? Потому что бизнес, да, и деньги, вот деньги, они есть там, где есть факт купли-продажи. Согласны со мной? Там, где нет процесса купли-продажи, неважно, это покупка услуги, или это покупка физического товара, вот там, где есть продажа, там есть деньги. Вот. И, в общем-то, продукт, да, это основа бизнеса. Потому что, когда продукт качественный, тогда клиенты остаются с нами на всю жизнь. Когда продукт качественный, все больше и больше людей хотят пользоваться таким продуктом, они хотят его покупать. И вот на этом основана стабильность этого бизнеса. Вернее, мне даже больше нравится стабильное развитие, когда не просто группа людей покупает этот продукт, из месяца в месяц, а когда количество клиентов компаний все время растет, увеличивается, открываются новые страны и так далее. Вот. И что такое линейка продуктов Project V, да? Это продукты со сбалансированным набором элементов, предназначенных для поддержания здоровья, для заботы о своей красоте, поддержания уровня энергии и так далее. Вот. Потому что люди, которые приходят в эту компанию, которые начинают пользоваться этим продуктом, это не только те люди, у которых есть какие-то там проблемы, да, и они хотели бы их решить. Это люди, которые думают о профилактике. Это в том числе молодежь. Я пришла в 19 лет, ощущая себя, ну, вернее, я думала, да, что я здоровый человек, вот. При этом тоже было над чем поработать. Но меня именно привлекла вот эта возможность сохранять в своем здоровье, сохранять молодость благодаря этому продукту. Кто знаком с таким понятием, как функциональное питание? Поставьте, пожалуйста, плюсики. А кто не знает, ставьте минусы. Что такое функциональное питание? Вот кроме того, что у нас есть в компании витаминно-минеральные комплексы, у нас еще есть функциональное питание, коктейли папарацци. Это продукты, которые содержат белки, жиры, углеводы, да, ну, вообще, вот понятие функциональное. Функциональное питание, значит, выполняющее определенную функцию. И вот это питание, оно влияет на иммунитет человека, профилактирует определенные проблемы со здоровьем и так далее. То есть это продукты, которые обладают высокой биологической ценностью для нашего организма. И, в принципе, даже можно любой из наших продуктов так назвать, потому что мы с этим продуктом, мы никого не лечим. Вот я не врач. Вот. Я с удовольствием предлагаю этот продукт, да, и я всегда говорю, что мы не лечим, мы кормим. Вот мы этим продуктом кормим каждую клеточку своего организма. Вот. Мы кормим себя, своих близких, потому что когда организм получает все необходимые питательные элементы, тогда он работает правильно. Когда организм находится в дефиците, тогда появляются определенные сбои, потому что, чтобы организму работать, ему нужны витамины, минералы, да, и так далее. Вот. Поэтому с нашим продуктом мы позволяем нашему организму устранить эти дефициты. Но, как вы понимаете, рынок здоровья – это очень большой рынок, и там огромное количество компаний, да, представлено. Вот почему именно Project V? Почему люди покупают Project V, а не покупают какой-то другой продукт? Сегодня огромный выбор, да. Можно зайти в любую аптеку и посмотреть, сколько баночек, коробочек, скляночек, ампул, всевозможные формы, порошочки там, да. Но люди покупают Project V. Вот почему? Давайте мы с вами поговорим об этом. Первый пункт – все ингредиенты доказали свою эффективность исторически. То есть что это значит? Это значит, что мы используем те компоненты, те экстракты, которые уже многократно изучены, которые известны. Вот, допустим, кошачий коготь – это известнейший иммуномодулятор. Или такое растение, как гинкобелоба. Его просто называют ископаемым среди растений, потому что это растение, которое пережило очень многие катаклизмы и продолжает расти. Гинкобелоба – это компонент, который улучшает мозговую деятельность и так далее. Вот они есть в нескольких формулах наших. То есть вот каждый компонент, его действие изучено. Следующее – эксклюзивные формулы. Вот очень часто можно встретить в продаже БАДы, которые состоят из какого-то одного компонента. Вот, допустим, сейчас и врачи, и нутрициологи, они рекомендуют там какие-то отдельные ингредиенты, и человек смотрит на эту выписку от врача, и он покупает эти ингредиенты у разных компаний с разными дозировками, которые производятся по разным технологиям, и вообще неизвестно, совместимы ли они друг с другом. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что, например, есть очень много маркетплейсов, ну, даже типа там Озон, Вайлдберрис, да, Херп и так далее. То есть много разных торговых площадок, где продаются разные БАДы. Но сами понимаете, что когда человек покупает вот такой разношерстный набор из 10 там БАДок разных производителей, то как это отразится на его организме, вообще это большой вопрос. То есть это большой эксперимент, который люди, ну, сами согласны над своим организмом проводить. Вот. Наши продукты, они, наши формулы, они созданы специально учеными, там выверены дозировки. Все компоненты продуктов, они совместимы друг с другом. Вот. И более того, усиливают действия друг друга. То есть когда вы пьете, например, один продукт, антиоксиданты, это один эффект. Когда вы подключаете к этому продукту другие продукты нашей линии, мы усиливаем таким образом эффект. То есть вот что такое эффект синергии, когда 1 плюс 1 равняется не 2, да, а равняется там 4 или 6, или даже, может быть, 8. Ну вот. То есть один компонент усиливает действие другого компонента. Следующее, о чем я хотела бы вам сказать, это о биодоступности. Очень высокая биодоступность у наших формул за счет технологии, потому что технологии производства наших БАДов, это... Ну, вообще там очень много используется технологий, да. Я сегодня не буду про все рассказывать, но, допустим, криогенное дробление. Это когда растения замораживают при температуре минус 196 градусов в атмосфере нейтрального газа азота. То есть, смотрите, если заморозить растение при, там, минус 40, это будет совсем другой результат в итоге, чем минус 196 градусов. Вот именно минус 196 – это сохранение живой клеточки растения. То есть мы всю силу этого растения передаем, да, в капсулу. И поэтому люди, когда получают, то есть когда они принимают этот продукт, мы берем капсулку, запиваем ее водой, и в нашем организме, организм сам готовит нам потрясающий фитококтейль, который усваивается больше, чем на 90%. То есть это то, что необходимо для того, чтобы в максимальные сроки получить результат. Вот. Следующее, что надо знать о продукте. То, что все компоненты натуральные, и включая капсулу, то есть капсула не из животного желатина, а из растительной целлюлозы. Это тоже важно, это важно, ну, в принципе, для организма, да, и плюс есть люди, вегетарианцы, для них это тоже такой важный пункт для выбора этого продукта. Следующее – это сертификация. Кроме того, что у нас есть сертификаты GMP, то есть это высочайшие стандарты качества, есть сертификаты HACCP, ISO 22000. Ну, если сейчас вам это о чем-то говорит, да, но я могу сказать такую фразу, которую я запомнила. Когда-то ее сказал Виктор Александрович Тутильян, директор Института питания Российской Академии Медицинских Наук. Он сказал, что ваша компания – самая бюрократическая в хорошем смысле этого слова. То есть какие только есть сертификаты, вот все эти сертификаты есть у компании. Потому что клинические испытания компания проводит, были выпущены методические рекомендации и так далее. И новые линии продукта, они тоже все очень хорошо исследуются, прежде чем попасть к потребителю. Вот это тоже, я считаю, это очень важно. И очень важный момент, что все производственные линии находятся во Франции. Почему это важно? Потому что во Франции самые строгие стандарты качества. Потому что подход французский, он отличается, допустим, от подхода американцев к производству биологически активных добавок. То есть если БАДы из США, там многокомпонентные составы, там очень большие дозировки, то есть там используются сверхдозировки, то подход европейских фитотерапевтов и производителей БАД – это дать недостающее. Что такое дать недостающее? То есть все мы едим с вами пищу, и мы получаем определенные вещества. Но вот именно то, что нам не хватает, мы это даем с помощью этого продукта. Поэтому здесь нет передозировок, нет негативных побочных эффектов и так далее. Вот смотрите, если, допустим, в формуле витаминов плюс еще 10-15 экстрактов трав, то на какую-то из этих трав элементарно может быть какая-то аллергическая реакция. У нас этого нет, потому что все эти компоненты, они все проверены, высокие степени очистки экстрактов и так далее. Но это так коротко. Теперь коротко о продукте. Вот те люди, которые только пришли в нашу компанию, может быть, сначала вы думаете, ой, как много баночек, неужели я все это запомню. Я могу сказать, что есть определенные принципы, которые вы поймете прямо вот за сегодняшний вебинар, и вы поймете, насколько все легко и просто. Вот первая линия продукта, она называется классическая линия или classic hit. Это те продукты, которые направлены на очистку, защиту и питание нашего организма. То есть это вот основные функции, классики. Очень коротко, что нужно нашему организму? Ему нужна детоксикация. Детоксикация. Поэтому у нас есть такой вот продукт. Так, сейчас я возьму указочку. Вот, отлично. Видите стрелочку, да? Детоксикация. То есть это продукт, который помогает нашему организму, он повышает иммунитет, усиливает его работу и бережно выводит определенные продукты метаболизма, да, будем так говорить. Второй продукт – это антиоксиданты. Это продукт, который нужен каждой клеточке нашего организма, потому что антиоксиданты, они борются со свободными радикалами. Это те вещества, которые… Это молекулы, которые атакуют каждую нашу клеточку, а клеткам нужно сопротивляться этой агрессии. И вот для того, чтобы повысить способность клетки защищаться, создан наш такой продукт, как антиоксиданты. Следующий продукт – CH – это энергия, это тонус. Это тот продукт, он является природным адаптогеном. Это природный энерготоник. То есть кому сегодня не нужна энергия, да, такой вопрос. Очень часто люди, они находятся в состоянии хронической усталости. То есть утром проснулся, а уже с ощущением, что устал. Вот. Наш CH помогает преодолеть эту усталость. СВ – продукт для обмена веществ. У каждого из нас есть гормональная система. Вот для нее нужен СВ. Полиненасыщенные жирные кислоты. Об этом очень много сейчас говорят, что нужны омега-3. Так вот, не каждая омега-3 еще нам нужны. Но сегодня я не буду прям лекцию о каждом продукте, но я думаю, что вы уже слышали, да, что необходимо принимать омега-3 жирные кислоты и детям, и взрослым, беременным женщинам тоже очень важно. То есть вот это продукт, который реально всем нужен. Продукт, который называется N – нутриенты. То есть это те вещества, нутриенты – это витамины, да, те вещества, которые нужны каждой клетке нашего организма для питания. Это такое усиленное питание. Особенно необходим этот продукт для поддержания мочеполовой системы, вот, для поддержания здоровья почек, там, ну и так далее, да, как мужчинам, так женщинам. Очень актуальный продукт – это Pax Project V, продукт P для нервной системы. Люди находятся в состоянии хронического стресса по разным причинам, да. Жизнь – такая интересная штука, у каждого своя причина для стресса. Вот для того, чтобы адекватно стресс воспринимать, для того, чтобы организм мог справиться со стрессом, есть такой продукт для нервной системы. Как детям, так и взрослым он необходим. Ну, и, конечно же, у нас есть продукт для детей. Это такой базовый комплекс для развития ребенка. Витамины, минералы для того, чтобы организм ребенка получал все необходимые элементы. Мамы знают, как сложно накормить малоежек, да, такое понятие уже есть. То есть дети, которые мало едят, плохо едят, там, это ем, это не ем, да, и попробуй ему составить рацион сбалансированный. Вот что бы он ни съел, добавляем юниор, и это будет хорошо. Это то, что касалось классической линии. Теперь продукты целенаправленного воздействия. То есть это те продукты, которые нужны для того, чтобы усилить работу той или иной системы. Вот, допустим, ОС. Это программа для опорно-двигательного аппарата и для сердечно-сосудистой системы тоже. То есть позвоночник, косточки наши, зубы, они все нуждаются в кальции. Кальций, который будет усваиваться хорошо, плюс те компоненты, которые нужны для усвоения кальция, они все есть ОС. Программа для иммунитета и программа для кишечника – это DR. Если есть проблемы с кишечником, если, допустим, человек подвержен различным заболеваниям, там, вирусным и прочим, да, если у него слабенький иммунитет, кто-то прошел мимо, чихнул, да, а человек заболел. Значит, пора подумать про иммунитет. Следующий компонент – это продукт Beauty, Би-Вай, женская красота. Это антиоксиданты плюс омега-3. Но это если так коротко говорить о продукте. Продукт. Следующий компонент – это программа Би-Р для мозга и для нервной системы. Опять же, в составе, если вы почитаете, изучите состав, вы увидите, что это антиоксиданты, это растительные экстракты, которые улучшают мозговое кровообращение, и омега-3, которые нужны и для мозга, и для нервной системы. Еще у нас есть продукты для суставов. Продукты. И вот продукт ЛВ – это антиоксидантный комплекс. Это такой сильный комплекс антиоксидантов. Там находится 10 самых известных и самых сильных антиоксидантов. То, что нужно для молодости и для красоты. Итак, что хочется сказать, да, что продукт Project V – это всегда комплексный подход. Вот. Потому что каждый продукт и те формулы, которые мы рекомендуем нашим клиентам, они выполняют три функции. Это очищение, питание и защита. Что нужно каждой клеточке? Очищение, питание и защита. Вот это запомните, да, и будет понятно, что мы рекомендуем. Допустим, базовая программа – это детоксикация плюс антиоксиданты, да, то есть это очищение плюс защита. P и M – это продукты, которые, ну, в принципе, они тоже выполняют эту функцию, да. Вот. То есть это антистрессовая работа с организмом. Это омега-3, которые помогают защитить оболочку клетки. Это нутриенты тоже входят в базовую программу. То есть клеточку нужно очистить, защитить ее и запитать по максимуму. Базовые программы, они могут, ну, эти формулы, они могут варьироваться. То есть мы всегда общаемся с клиентом, да, мы заполняем с ними анкету по здоровью. Если у нас есть люди, которые сегодня первый раз, то обязательно обратитесь к вашему наставнику в Project V, и он вам про это расскажет. Вот. То есть мы смотрим, какую систему организма нужно человеку усилить. Если это нервная система, сердечно-сосудистая, можно предложить вот такой вариант, да, сочетание P, M и LV. Но есть программа, которая уже вот как раз она так создавалась учеными, для того, чтобы мы просто не думали там о формулах, о сочетаемости и так далее. Вот мы берем базовую эту программу и начинаем ее есть. И получаем свои результаты. Вот это классическая линия. Это программа люкс. Я всегда говорю своим клиентам, что люксовая программа – это максимум результата. Программа вся классика, утром и вечером, из каждой коробочки по капсуле. Это просто запомнить, это просто применять. Вот. Это безопасно, это без передозировок и так далее. То есть это уже сбалансированная программа. Ну и, конечно, когда мы получаем результат изнутри, если мы добавляем косметику снаружи, это вообще очень быстрые такие преображения, которые окружающие замечают. Это тоже приятно. Мне кажется, мне особенно повезло, потому что я начинала, ну вот такое применение косметики именно с косметики нашей компании. Вот то, что есть в компании, когда-то был один продукт, вот он у меня даже на столе стоит, да, вот гель Миллениум, гель М. Я начинала использовать косметику вот с этого продукта. И когда происходят какие-то там открытия в области косметологии, компания все самое лучшее наберет для нас, да, вот мы это сразу используем. Самые передовые разработки, самые передовые технологии компания использует для того, чтобы произвести потрясающую косметику. Вот такая линейка продукта, косметика Project V, с одним из таких новых ингредиентов, это бакучиол. Может быть, кто-то слышал уже об этом, может быть, нет. Это аналог ретинола, то есть безопасный аналог ретинола, который обладает выраженным омолаживающим действием. Вот. И так, пару слайдов еще у меня, да, и буквально пару минут. Есть люди, которые говорят, что вот, ну там, я здоров, да, вот зачем мне это, я здоров. Но в то же время у них бывают такие состояния, как маленькие звоночки от организма, да. Ну, казалось бы, там, может быть, бессонница, может быть, голова иногда побаливает, может быть, там, слабость какая-то. Вот вы можете показать им табличку, или там даже перепады настроения. Вот это, эти все симптомы, они могут быть, вернее, это симптомы, да, вот причина, может быть, это дефициты определенных витаминов и минералов. Что-то мы, естественно, мы берем это из-за продуктов питания, вот, но бывает очень сложно сбалансировать свой рацион питания, поэтому у нас есть те продукты, которые эти дефициты устраняют. Надо просто это принимать, вот. Вот вы можете показать таким людям табличку, и, возможно, они увидят те симптомы, на которые они вообще не обращали внимания. Итак, что нужно сделать для того, чтобы стартовать в этом бизнесе? Ну, естественно, я так понимаю, что все люди, которые здесь присутствуют, это люди, которые уже зарегистрировались в сессии. Вам нужно сделать заказ продукции Project 3 для того, чтобы, для чего, да, вот, сделать свой заказ и начать пользоваться этим продуктом. Для того, чтобы получить свой результат, свое отношение к этому продукту и для того, чтобы говорить именно о результате, потому что то, что мы делаем в этом бизнесе, мы делимся своим отношением к продукту, мы делимся своим результатом. Вот я вам покажу фотографии свои. Это первая фотография, когда я начала пользоваться продуктом, тогда мне было 19 лет. Вот на этой фотографии 39, вот это вот, это через буквально месяц уже 40 лет. Вот на этой фотографии тут разница тоже в 10 лет, это 28 и 38 лет. То есть это мой результат, ну, и кроме того, что, ну, понятно, мы все меняемся с возрастом, конечно, за 20 лет изменения во внешности, естественно, но вот в 19 лет, когда я начинала пользоваться продуктом, у меня были определенные проблемы по здоровью после черепно-мозговой травмы. То есть были головные боли, которые меня беспокоили, и при этом я считала себя здоровым человеком. Я хотела попробовать витамины просто потому, что это полезно. И каково было мое удивление, что вот я начала использовать этот продукт, и уже 20 лет я за это время не съела ни одной таблетки от головной боли. Вообще, в принципе, мы химическими препаратами не пользуемся. Вот этим отношением я и делюсь с другими людьми. И мне хочется, чтобы люди тоже пользовались этим продуктом и получали свои результаты. Надеюсь, моя история была для вас полезной. И сейчас я передаю микрофон человеку, который тоже уже много лет занимается этим бизнесом. Представитель клуба долларовых миллионеров, член президент стим, команды президента. Человек очень профессиональный. И, пожалуйста, слушайте ее очень внимательно. Записывайте вопросы, которые у вас возникнут по ходу ее выступления, для того чтобы потом задать эти вопросы своим наставникам. Поэтому ваши виртуальные аплодисменты. И я передаю слово Дарье Паниной. Спасибо. У меня, видимо, будет как-то отсвечивать. Ну, отлично, ладно. Анастасия, огромное спасибо за такое введение в знание нашего продукта, за те базовые вещи, которые на самом деле нужно знать каждый человек, чтобы преуспеть в этом бизнесе. Сейчас я чуть-чуть настрою камеру, потому что, чтобы вы меня видели, и мы все-таки могли как-то с нами общаться. Опа-па. Чтобы понять, как правильно стартовать в этом бизнесе, может быть, сделать свой рестарт, может быть, сделать перезагрузку, чтобы вы могли хорошо, правильно, на долгие годы... Вот то, что показала сейчас Анастасия, она показала, на самом деле, не просто вам рассказала продукты, она показала вам очень правильный, нужный, точный пример того, как выстраивать свою... как создавать свою историю успеха. И это ведь не только касается... Устроить успех – это деньги. Мы же сейчас... Она же не только про деньги вам говорила. Она говорила вам о том, историю успеха – это то, как можно сохранить себя, свою красоту, ну, в общем, в таком хорошем юном возрасте, да. Мне тоже 39 лет. И, конечно, неприятно мне листи то, что мы отличаемся от своих сверстников качеством здоровья, состоянием своим. Ну, это видно сразу, да. Мы не говорим, мы не пытаемся придумать то, что мы с вами выглядим там сильно-сильно моложе. Нет, я считаю, что именно так и должны выглядеть люди в свой возраст, но... Да, мы соответствуем, наверное, своему паспортному возрасту, но просто это хорошее, красивое, качественное состояние, да. И ведь наше здоровье – это самое главное. И вот эта Анастасия, она сейчас нам показала тот результат, который можно получить, используя правильные знания по продукту. Прям буквально на секундочку я сейчас отключу видео на один момент. Да. Итак, о чем буду говорить с вами сегодня я? Я буду с вами говорить о старте в бизнесе, о том, как выстраивать свой старт в бизнесе, как делать это правильно, надолго и надежно. Те, кто меня не знают. Зовут меня Дарья Панина, девичка я Митрохина. С этим бизнесом я знакома с 14 лет фактически, так как это семейный бизнес, и я туда вошла именно, ну, как в качестве своих, скажем, партнера, своих родителей. На сегодняшний день я являюсь членом признанской команде, я эксперт по построению клиентской сети, и я являюсь психологом-бизнес-тренером. На много разных специализаций. И сразу могу сказать, что все свои знания, которые я имею, я применяю на практике. И это очень сильно то, что я сейчас, то, чем я сейчас с вами поделюсь, помимо тех базовых моментов, которые вы должны знать, да, работая, стартуя в команде, в компании, я поделюсь наработкой тем, чем я, то, как я советую стартовать каждому, или делать рестарт, особенно если сейчас у вас есть такая ситуация, что вы, ну, например, используете какой-то дискомфорт, и вам хочется, ну, каких-то улучшить своих результатов, да, и я постараюсь ответить на вопрос, как этот результат добиться, как это сделать, и как себя сейчас перетрансформировать в это, потому что, ну, кто со мной давно, кто знает, кто так следит за мной, да, что я специализируюсь в области как постановки целей, как психолог, исполнение желаний, создание, там, визуализации будущего, как вот, ну, в таком, да, ключе. И я вам могу сказать, что та схема, которую я вам сейчас поделюсь с ней, это моя личная наработка. Я ее услышала, ну, как не совсем. Я ее услышала, это этот старт, это важную ступеньку на старт от французов, которые когда-то принесли этот бизнес к моим родителям. И примерно в таком ключе этот человек рассказывал, это все моей маме, слава богу, на тот момент я хорошо понимала французский язык, я его хорошо изучала в спецшколе французского языка. И я все переводила папе, поэтому все знания остались у меня в голове надолго. И я очень благодарна человеку, который вот на самом деле так сильно на меня повлиял. И он правильно расставил тогда цели моим родителям. И благодаря этому они смогли построить правильный бизнес, благодаря этому мы с семьей в этом участвовали, благодаря этому мы собрали команду, и благодаря этому эти люди, которые вошли в эту команду, они себя реализовали. Потому что они все повторяли, они дублицировали то, что этот человек говорил. И сегодня это очень сильный спикер, вы многие их знаете, вы знаете их историю успеха. Одни тренинги Кати Мишиной, которые проходят, Катерина Мишина, которые проходят каждую неделю, они дорогого стоят, и это ведь стопроцентное знание. А ведь человек тоже учился, учился много-много лет, также повторял эти действия. И во всем нужна системность. Бизнес – это системность. То есть вам нужна система. Без системности ничего не получится. Итак, с чего мы начинаем? Мы начинаем планировать свой успех. Мы берем свою тетрадь. Вообще, это хорошо бы сделать онлайн, но поскольку мы уже стеснены до временных средств, до временных ресурсов, будем делать это дома. Но я могу сразу сказать, ваше дело, запишите вы это себе или нет, но я рекомендую всем, независимо от того, в каком квалификации, в каких вы доходах сейчас, периодически вот это себе прорабатывать. Я так делаю примерно раз в полгода, раз в год. Я переписываю себе ответы на эти вопросы, потому что это очень-очень важно. Это то, что позволит вам не сходить с выбранного пути, не терять мотивацию, не терять себя, не терять свои цели. Потому что самое страшное – 99% неудач. Это неправильно поставленные цели. Это цели, которые получены извне, то есть они навязаны. Вы приходите, говорят, что в этом бизнесе это может работать 7 миллион долларов, да? И окей, вы говорите, классно, я хочу 1 миллион долларов. Вам рисуют картинку. Представляешь, как ты будешь жить на 1 миллион долларов? Вау! И вы загораетесь. Проходит время, и ничего не получается. И вы разочаровываетесь. И вы говорите, нет, это не работает. И вы говорите, хорошо, тогда я буду пользоваться продуктом. И он говорит, да вы смотри, какие результаты. Человек лежал лёжем, он не мог вставать. А вот сейчас он бегает, прыгает, танцует. Посмотри, она весила 150 килограмм, а сейчас она весит 55 килограмм. Посмотри, как она помолодела. Ты тоже можешь так. И вы говорите, вау, я тоже хочу так. Вы начинаете использовать продукт, начинаете что-то делать, начинаете делать что-то не так, потому что воспользовались чужими целями и опять это не так работает как вы хотели и получается разочарование если есть разочарование вы неправильно поставили себе цель поэтому вдохновляйтесь чужими целями чужими достижениями обязательно это то что показывает что вам что это возможно посмотрите на нас посмотрели наши семьи посмотрите на тех кто строит карьеры сейчас посмотрите результаты по здоровью посмотрите на анастасию как она говорит свой результат показывает это точно можно вдохновиться запишите себе свой результат напишите себе свой результат то чего вы хотите чужие результаты и чужие цели не работают этого должны себе понять еще очень важное правило перед стартом в любом бизнесе в любом деле это то чего научила меня учительница русского литературы наши смотрят на меня с неба думать дашенька грамотно писать и так и не научилась научила на меня самому главному научила тому что бесплана можно только бредить когда мы садили писать или списать сочинение она говорила дети без плана можно только бредить пишите план и вот у вас должно должен быть ваш первый первый шаг когда вы хотите сделать старт в бизнесе рестарт в бизнесе написать это не хочу чтобы даже написать план очень часто я вижу это большая ошибка я уже есть так лидер компании а именно как психолог очень часто напиши каким ты видишь себя через три месяца через год через пять лет через десять лет ребят если вы сейчас в негативном состоянии что цели в бизнесе в успехе достижениях они очень важны их надо расставить сразу же эти акценты вы потом присматривать поменять менять и вот когда мы это будет там когда эта цель уже приходит вашу жизнь они имеют систему такую такую стему ревернут они реверсивные они если там она уже вот вами запланирована но будет очень быстро войдет вашу жизнь вопрос как этому прийти и первое с чего мы начинаем когда начинаем свою работу мы пишем себе с чего мы начинаем ответы на вопросы они у вас на экране делаете скрин берете тетрадку то меня сейчас неудобно тянуться красиво у меня три тетради 3 до сих пор где я имею там пишу свои цели свои желания своих желания сейчас не пишу потому что понимаю не совсем это не то это что нужно делать я пишу многие свои цели пишут какие-то свои мысли пересматриваю что-то это очень вам поможет второй вариант можете писать себя на диктофон диктофон тяжелее и сложнее с вами собой диалог как интервью провести а что вы ждете от проекта вот жарите и говорит мария иванова сегодня вступаете в project we скажите пожалуйста что вы ждете от проекта вы можете взять записать себя на диктофон могу сказать сразу не все готовы слушать потом себя в записи и хотя это работает гораздо даже четче чем написать но это достаточно так может быть травматично для самооценки поэтому посмотрите как вам лучше на первое что должны себе сказать а что она звука нет вот дайте мне знак если звук или нет отлично отлично и так что я жду от проекта project we что я жду пишем что я жду вот что я хочу потрясающих людей это ваш это ваш старт какие наши ожидания что прекрасных людей встречи мне будет интересно общение я получу может какой-то результат вообще все все эмоции все вот то что есть все что приходит голову написали второй момент мы тебе ставим цель какой результат по здоровью хочу получить вытаскивайте себя что вы хотите будьте конкретными мозг программируемая такая штука и он работает тогда когда даешь ему правильную программу читать ему направление какой результат я хочу получить что нужно я хочу выглядеть моложе я хочу остановить старение у меня что было хочу стать старение даже здоровье ставил приоритет я хочу просто больше быть иметь энергии я хочу подсказку ставите цель как нужна вам а не то что я хочу чтобы чаще сидеть внуками пропалывать грядки это не работает то я вот я буду чувствовать себя прекрасный я буду чувствовать себя любимый я буду чувствовать себя богатый по здоровью почему если вы здорово богатый этот прекрасно я буду чувствовать себя энергичный я буду чувствовать себя нужно и подумайте но не пишите всегда что мне нужно здоровье больше чтобы лучше общаться с детьми чтобы больше вводить детей на кружки чтобы больше готовить и консервировать огурцов так не работает для себя поехали второй момент какой мне нужен доход чтобы оплачивать все текущие счета это ребята бизнес мы не благотворительностью здесь занимаемся это наверное колоссальная процент выхода из бизнеса и нежелание что-либо делать когда не поставлен не проработан эти цели особенно касается доходов какой нужен доход чтобы оплачивать текущие считать первый вопрос когда я привела свою команду своих однокурсников моей маме на кухню она усадила нас и сказала что нам нужно из текущего вот оплачивать на протокол там студенты кто снимает квартиру кто-то платит за обучение и мы все писали это это работало либо люди понимали что они не хотят тут работать и не хотят выполнять какие-то действия либо они шли продавали продукт начинаю что-то делать они понимали тот объем работы идем дальше какой нужен доход это четвертый пункт чтобы чувствовать себя комфортно чтобы ходить в кафе и рестораны кино в театре не какой-то необходимый мне одежду иметь да то есть не чувствовать нужды в чем-то но здесь речь не идет купить себе машину купить себе дом на рублевке купить плететь в космос и на масках нет нет здесь идет речь о каких-то базовых вещах то есть не не меняет чего-то кардинально вот вы сейчас не будете потому что могу и в комнате поменять это можно еще допустить на чтобы это было вот на уровне базы это не надо ставить какие-то цели близооблачные которые очень-очень далеки от вас то есть если вы сейчас не имеете собственного жилья например и у вас есть какие-то трудности дата тогда надо идти да не сразу что я хочу с рамки не надо сейчас поставить значит должна снять свое жилье я должна начать выкупать где-то там свое жилье то есть какой-то и какие-то суммы они должны быть не сразу квартиру за 150 миллионов понимаем да как мы это делаем то есть это какие-то базовые где-то может быть даже минимальные адаптивные ну скажем так среднего уровня цели такие да но они насыщены они жизненные то что вы живете в них сразу сразу сейчас когда вы приходите к тренеру когда вы приходите к спонсору когда вы приходите к вашему гаранту и он ставит вам цели ты покупаешь себе дом за 150 миллионов через десять лет и вы не купите дом себе за 150 миллионов через десять лет я хочу от меня от меня и думаю что дай бог чтобы это было так но это сразу неправильно поставленная цель закрываем текущие вот эти моменты и должно быть чуть-чуть мы делаем тихоньку расширяем зону комфорта добудетесь новичкам скажешь новичку и здравствуйте бизнес чтобы сделать в эти зоны комфорта ребята и зоны комфорта он идет раз навсегда из компании это проверено мазохистом нормальный человек не является вот другое дело что зону комфорта может быть далеко не комфортно это другой вопрос ваша задача потом покажет событий как раз таки вы приходите понимаете что зону комфорт на город лучше или другая а у вас нет то что есть это же мы расширяем границы да и самый главный вопрос самое идеальный доход project и и тут мы даем себе рост фантазии вот это ваш старт то есть какой мы идеальный вот я видела что мой спонсор зарабатывает полмиллиона рублей 500 тысяч рублей в месяц это мой идеальный доход а вообще я видела картинку где сетевики зарабатывают по 100 тысяч долларов в месяц это вообще это отрыв башки это вот то что я хочу ребята вот эти фантазии поэтапно начинают большим и большим но это ваш идеальный доход которому вы вот этому как идеалу как высокой цели опять-таки должны быть вам при приемлемо то есть я знаю вы должны ответить себе на вопрос на каждый из пунктов я знаю почему это возможно написали что я хочу открыть это project 3 а потом ответили я знаю почему это возможно твари момент результат по здоровью хочу получить хочу быть молодой хочу быть энергичный хочу быть красивый я знаю почему это возможность project и какой мне нужен доход чтобы оплачивать все текущие счета мне нужен доход 25 тысяч рублей в месяц я знаю почему это возможно с project и да почему он умер с плодом пользуется спросом потому что доксикация нужно всем, питание клеток нужно всем, защита клеток нужна всем. Я буду продавать 12 флаконов в месяц, я перекрою свои потребности в этом вопросе. Вот примерно это так звучит. Дальше. Какой нужен доход мне, чтобы чувствовать себя комфортно и ходить в кафе, кино, иметь необходимые мне одежду? Ну, какие-то такие. Нужен доход 100 тысяч рублей. Я знаю, почему это возможно в Project V. И пишите, почему. Мы так работали с одним человеком. Люди, кто так со мной поработал, кардинально изменили свою жизнь. Я вам сейчас рассказываю то, что вообще-то продаются за очень большие деньги. А это у нас сегодня старт-тренинг. Пишем себе, да, что это такое. Я могу... Почему? Потому что у Маркетин планка мы сейчас посмотрим на это, как это зарабатывается, деньги откуда они складываются. Потому что продукт востребован. Потому что президент у нас очень щедрый. У меня уже три года, что-то еще придумайте. Потому что мы передовая компания, потому что... Потому что... Потому что это сделали до меня другие. Хорошая мотивация, но неправильно. Но можете тоже на нее обращать внимание, потому что, ну, это хороший ориентин. И какой мой идеальный доход в Project V? Мой идеальный доход в Project V один миллион рублей в месяц. Почему? Да потому что это делали до меня другие. Потому что маркетинг-план это позволяет. История показала, что это возможно. Значит, и я так могу. Но это уже такое, да, поскольку эта цель такая более, такая, скажем, эфемерная, то здесь можно немножко поиграть. Играйте. Будьте попроще, будьте полегче. Как только начинается тяжелый титанический трус, на этом жизнь заканчивается. Надо, ну, как-то проще к этому относиться. Поиграйте с собой. Снимите этот ложный барьер. И, очень главное, домашнее задание. Вот это я люблю делать вещи на тренингах. Как только у нас оффлайн-встречи, да, как только мы начнем с вами работать, да, обязательно начнем встречаться в Москве на пикапе, может быть, снимать зал и будем с вами прям посадиться и прорабатывать каждые свои цели. Я вам это обещаю, потому что здесь есть некоторые нюансы, и это работает. И вы повторяете это своими новичками. Вот тогда они будут с вами, они не уйдут. Вы думаете, Дмитрий Сафронов не получал предложение, какое-нибудь такое, прям, вау, вау, сейчас ты тут получишь миллионы, ты будешь три раза лучше, больше, круче, чем здесь. Или Филиппу Яковлеву никогда не предложили как специалисту какую-нибудь там крутую высокоплачиваемую работу или мне ничего не предлагали, Даниилу Дуброву, Тамаре Васильевне Пшениковой, я думаю, за ней просто охота идет. Они, наверное, с ружьями стоят с фото ружьями, чем с сеткой, думают. Тамаре Васильевне, ну, когда же вы в нашу сторону посмотрите? Вот сейчас одна компания писала, вот сейчас-сейчас Тамара Васильевна к нам придет, вот сейчас-сейчас Тамара Васильевна придет, ну, Тамара Васильевна, тамара васильевна ты имя компании да это уже эта история это компания тамар васильев одно единое целое почему правильно расставленные цели правильно поставленный вопрос может быть не так она не в этом порядке на их прорабатывал но я вас уверяю что если с ней поговорить то вы услышите четкую позицию по каждому вопросу и распланируйте свой доход вот это очень важно то что мы писали это такие цели а вот есть четкий доход который нужно распланировать и правильно приходит человек задать ему вопрос сколько сейчас зарабатываете 10 тысяч 15 тысяч рублей у кого-то 25 тысяч рублей у кого-то 30 а вот и 100 тысяч рублей что вы делаете не если вы еще если вы берете деньги не из продукта не из компании project we вы пишете свой доход умноженный на 2 лучше на 2 есть амбициозные такие товарищи которым сразу надо на 3 вот если взять светлану виноградову я не позволили написать на 2 я сразу на 5 умножу вот и буду будущее она знает даже не звонит дарья будет новый продукт агуре светлана 82 человека товарооборот 15 тысяч семьи она знает уже что я от нее хочу до квалификацию 2 звезды она знает у нас любой разговор начинается то есть но это уже но это люди которые на такие звезды не зажигалки вы поставьте цели себе базовые вот эти вот будет свой доход умноженный на два раза если ваш сегодня чек в компании 15 тысяч рублей прекрасно умножить его на два раза если пенсия работа какая-то да то есть вы оттуда еще что-то зарабатывать и все в покупности сложили умножили на 2 берете макетинг план и считаете сколько нужно сделать продаж продукта как сюда на зарабатывают как она обрела себе квартиру когда мы начинали разговаривать не было такой идеи да это было сложно она сделала невозможное но для меня например когда смотрел на она правда великий она сделала она сам не изменила свою жизнь деньги нет мы сели посчитали вот нужно сделать вот это вот это и вот это спросите светлане сколько есть продать она точно знает у нее есть план и она к нему действует без плана можно только бред пишем с вашим гарантом сколько нужно сделать продаж сколько ну какой нужен рекрутинг чтобы получить все бонусы все и перекрыть ваши потребности перекрыть этот это основа старта на самом деле на этом старт тренинг закончился знаете но вот эта база это тоже формирует вас здесь как не как специалиста это то что сформирует вас на долгие-долгие годы и если вы будете брать вот эту листочку дать тетрадку не получается что-то открыли например пошли продавать продукт поставили цель заработать 50 тысяч продуктов не получилось что-то но все бывает это нормально берем смотрим какой доход мне нужно там все оплачивать там счета не нужно 50 тысяч рублей на продавали продукты 50 тысяч рублей почему это возможно и начинаем работать со своим почему это постоянная работа спонсор наставник гарант он не будет над вами постоянно на реку не придет и скажет марина ты чё спишь человек себя делает сам каждый божий день каждый божий день и он требует он ничего от нас не требуется просто говорит что я делаю так же это может быть не так сающую пиццу и потрясающие бургеры вот это он это марте Он делает баранье рёбра, вот, это вообще потрясающе, это мой рецепт. Когда он делает какое-то блюдо, вы следуете так или иначе строгому рецепту. Конечно, случается творчество, тут больше перчика, там больше чесночка, тут, может быть, для тортика чуть больше подливки, да. Но у него есть база у этого рецепта. Вы когда готовите борщ, вы не берёте, я не знаю, траву с лужайки, вы берёте конкретные ингредиенты, и у вас получается, если вы всё делаете правильно, получается конкретный продукт, то же самое. Рецепт каждого, шпика, подобный рецепт. Вот на самом деле это, наверное, всё, вот на этом старт-тренинг можно закончить. Это то, с чего должен начинать каждый человек. Каждый, кто пришёл в эту компанию добиваться успеха, который хочет результат, который хочет быть не слайдером из компании в компанию, а кто хочет иметь результат. Вот это самое главное. Потому что когда у нас опыт обезьянки, обезьянка, она очень нестабильная, да, у нас мы сейчас одно охотим, потом другое, ой, позвонили, ой, включили телевизор, а что там, что-то хлопнуло. Поэтому обезьяны не очень нестабильны. Когда человек начинает так же нестабильно двигаться, он начинает походить на обезьянку. Я давала свою команду видеоролик, если админ разрешат, брошу видеоролик в другие. Окей, это то, что основа, с чего нужно проработать с каждым. Ну, дальше мы с вами всё знаем. Начинаем, приобретаем продукты. Вот это всё нужно сделать до начала продукта, я считаю. Может быть, надо купить продукты и это написать, если вы уже в процессе, значит, сейчас это всё пиво. Ну, для каждого человека понятно, что нужно приобрести продукт. Тот, который подходит вам, соответствует вашим целям, ожиданиям. Захотели быть красивыми, значит, работаем с косметикой, захотели что-то внутри поправить, хотели, чтобы у вас качество здоровья лучшее, значит, выбираем себе продукт, вам гаранты. Сегодня у нас много тренингов, школа потрясающая, школа была Анастасия Максутовой. Всё и так понятно, что себе набрать, да, какой продукт выбрать, чтобы хорошо себя чувствовать. Помним, очищение, питание, защита. Всё. Дальше идём. Выбираем для себя наиболее приемлемый вариант входа в компанию. Ну, это старший консультант-клиент и бустер-кейс. Ну, я считаю, что единственный вход, только два, точнее, здесь входа, это старший консультант и бустер-кейс, потому что именно эти варианты, такой третий вариант, сразу выйти на хороший доход, потому что это хороший объём продукта, это подарки сразу, и это то, что позволяет вам уже, да, иметь арсенал, с которым можно работать. Чуть страшновато вам, внутренне что-то не так у вас, значит, не проработали ещё свои цели. Хорошо, найдёте старшего консультанта, один кейс съешь ты сами, другой не попадаете. Тогда, ну, давайте. Дальше. Потому что именно ваш результат будет зажигать других людей. Чужой результат, да, будет работать. Собирайте себе альбом с результатами. Сегодня есть телефон, у меня потрясающие всегда фотографии есть, очень люблю результат, который давал мне Галина Чумакова, они у меня есть, своих детей, да, у меня есть, они фотографии выкладывают, они очень хорошо работают. Я очень люблю результат, когда я показываю, как выглядят наши люди в своём возрасте, да. То есть, ну, это просто результат анти-эйч, который я показываю. Дальше мы идём, что? Изучаем, какие у нас есть виды бонусов и откуда мы можем получить доход. Мы должны это просто знать. То есть мы знаем, что у нас с вами есть возвратный бонус, это 10-20%, бонус консультанту 40%, ну, это когда мы консультируем и продаём, бонус развития, за то, что мы развиваем свою сеть, мы занимаемся рекрутингом, это 10-15-20%. Джамбонус, когда мы... Хороший старт, это как раз Джамбонус, он возможен именно в этом состоянии, когда все цели проработаны. Старбейкер бонус, это бонус, который вы получаете от товара, оборота компании, за то, что вы создаёте профессионалов. Юнилевел бонус, это 5-10%, и бонус бесконечности от 1 до 6%. Как это работает, позже будет слайд. Юнилевел бонус, какие проценты здесь вы будете взять от него. И начинаем правильно транслировать результат. Потому что, если вначале у вас нет результата по бизнесу, начинайте транслировать результат по продукту. Если у вас есть уже результат по бизнесу сразу, если правильно всё распланировано, ваш результат по бизнесу будет быстро. Что мы начинаем делать? Вот это очень важно. Что нужно делать на старте, написать себе вот такими буквами, что только так, а никак иначе. Продаем только результат. Не надо решать ничьи проблемы. Боже упаси, кого-то лечить. Нас так любят лечить, у нас потрясающий продукт. Знаете, то, что вы вылечились с продуктом Project V, это побочная реакция. Вот честно. Вы просто дали питание своим клеткам. И то, что питание даёт, даёт что? Силу организма, и он борется с болезнью. Вот что. Когда вы с нами с нами, с вами, с вами головную боль, мы считаем, вообще не хотим у меня, тем более вы ему нужны. У меня случилось, когда я подходила к людям, рассказывала про продукты, они говорят, да, да, вау, здорово. Ну, поскольку я ещё психолог, я начинаю немножко подкапывать. Да, я говорю, какой результат, какой продукт лучше дать, и начинаю вытаскивать с человека результат. Знаете, что происходит? Знаете, сколько раз слышала фразу? Это что же, меня с инвалидности снимут? Ой, я льготы иметь не буду. Ой, а это что, это что, мне поможет? У меня же будет, не будет, голова болит. Мне же муж скажет, что я должна убраться в доме. Это колоссальное количество людей. Это блок. Это вот чему они отказывают. Не вашему продукту. Они не хотят из этого выходить. Им надо, им страдать надо. У них зона комфорта – страдание. Это нужно долго работать, и не нужно вообще тратить на это время. Поэтому продавайте просто результаты. Не копайтесь там, какие-то сейчас ты вылечишься. Вот результат свой продайте сначала. Да? Ты просто показаешь. Ну, ты посмотри, вот как у меня. Ну да, а что, у тебя голова не болит? Ну, тоже бывает, что голова болит. А что ты не болеешь? Ну, я тоже болею. Но я при этом скачу, как козочка, а кто-то лежит, как умирающая лая. Ну, разные, да, состояния. Поэтому продавайте результат. То есть покажите просто картинку. Вот человек без Project 2, вот человек с Project 2. Вот две картинки. Создайте свой, сделайте свою фотографию до-после, сделайте фотографию своей, своих двух-после. Мой любимый результат вообще я продаю в последнее время двоих мужчин. Вот троих, простите, да. Троих мужчин продаю просто постоянно. Еще продаю мужчин. Вот мой бизнес. Я показываю Даниилу Дуброву до-после, как он снизил вес. Я поняла, что женщины реагируют очень хорошо на мужчин. Ну, это исторический факт, и генетический, и ролевой. На самом деле, если бешуток, я показываю до-после. Я показываю фотографии Филиппа Яковлева, я показываю фотографии своего мужа. Когда я называю возраст моего мужа возраст Филиппа, со мной вообще никто не спорит. Потому что я заметила, когда показывают женщину, показывала Анастасия тоже Максутова, показывала, ой, Веронику Басырову показывала фотографии. Знаете, женщины такие, они такие, ну, они такие твояркие такие. Вот там, он там ничего не ест, она там на ботоксе, она там, ну, в общем, на всем. Когда показываешь мужчине, ботокс, он пойдет, скажет, что у Филиппа Яковлева ботокс от макушки до пяток. Ну, никто не скажет. Или скажет, что Даниилов вообще не ест, не пьет, только в окно смотрит и праной питается. Ну, а кто-то у него мужа более-менее близко, ну, тут вообще все понятно, что тут ни о каких косметологических процедурах в принципе быть не может, потому что это, ну, брутальный абсолютно человек. И то есть они, ну, они покупают эти результаты очень хорошо. Это вот сегодня, вот это моя фишка. Ну, это я к этому пришла. Я показываю, вот, каким вот он был до, вот, тяжело найти, ну, до-после есть хороший результат у Даниила, у моего мужа. Филипп просто не меняется, то есть его в любой год возьми, только борода появляется или исчезает. Все, Филипп, вот он, все, он законсервирован у нас, да. И это хорошо работает, поэтому я продаю этот результат. Приглашать людей надо навстречу, постоянно, это ваша задача. Но это не значит, должны прийти к кому-то, пойдем встретимся, сейчас я тебе что-то расскажу. Нет, конечно, но вы просто знаете как, не тратьте время на то, кому вы не нужны, найдите тех, кому вы будете интересны. Начните транслировать просто, как приглашать людей, начните транслировать ту информацию, которая вас зажигает. У меня нет результата у моего мужа, я всем рассказываю, ну, посмотрите, ребят, ему 44, ой, я забыла, сколько ему лет. И вот как, 45, не помню, 77 года рождения, вот он, считайте. И вот посмотрите, почему за 40, у нас рабочие работают, ребята из Белоруссии, они себе спортсмены бывшие, они говорят, парень, вы думаете ли 30? Ну, то есть, это на фотографиях еще он такой серьезный старается быть, а если бороду сбривает, то это вообще просто. И вот диплом спрашивают, говорит, вы еще студент, вы учитесь? Он адвокат, он ходит когда в суды, он говорит, а вы еще учитесь? То есть, ну, разные ситуации бывают. Я вот это, я транслирую этот результат, и уже на это я приглашаю. Когда вы поставите задачу, у меня была моя проблема такая, ты должна приглашать людей, ты должна приглашать людей. Ребят, честно, я голову сломала, на что и куда я должна их приглашать. Что только я не пробовала, у меня не получалось. Как только я просто начала транслировать интересную информацию о том, что... Не цель вообще была пригласить даже людей, она была вторичной. Я начала искать то, что могло было быть интересно. Я говорила о том, что там, например, пошла хитрым путем. Я говорила, что очень уникальные французские продукты можно получать со скидкой 40%. Ну, примерно такую информацию я транслировала. То есть у меня была реклама на это зацелена, листовки, все. Вы что думаете, все покупали по флакончику 40%? Нет, конечно. Тогда речь шла о двух-трех флаконах, да, вот всегда со мной любимый продукт. То, конечно, речь шла о полной стоимости. Это вообще, кстати, мое кредо. Никто от меня никогда в жизни скидки не получил. Вот никогда. И еще, кстати говоря, те, кто стартует в этом бизнесе, запишите себе правила крупными буквами. Хотите преуспеть компании в родстве? У вас не должно быть всего, чтобы... Все, только те. У вас не должны быть только те продукты, которые есть. И продажи компании в группе. Все. Ну, имею в виду, у нас есть еще бренд кофисал. Пожалуйста, работайте с ним, если хотите. То, что в этой компании, за всю историю, за 25-6, 96-го года, что-то мне плохо с математикой, за 25 лет, после меня это уже вся моя жизнь, за всю эту историю, ни разу в жизни у Людмилы Смирновой и Юрия Митрофина в доме не было ни одного продукта другой сетевой компании. Ни одного. Более того, даже не было ни одного продукта смежных компаний, ни сетевой. Потому что это правило. Можно попробовать, можно сравнить, можете поиграться с этим. Но чтобы у вас это было в обиходе, не отдавайте энергию туда, чему вам денег не приносят. Это было правило, которое мы не проходили. Людмила, хочешь получать деньги, отдавай энергию туда, деньги туда, откуда ты их получаешь. Не трать их туда, куда они уходят. Иными словами, не надо грабить свой успех. Это значит, что я глуха к абсолютно всем компаниям. Нет, я прекрасно знаю конкурентов, я их изучаю, где-то что-то пробовала. Но я никогда не ввожу их в свое пользование. Это правило. И запомните это для себя. Неудобно, не нравится. Но если вы захотите точного успеха, тогда вы будете этому следовать. Поэтому иначе вы не... Поймите, как люди прочитают, что вы не на той волне. Что нужно делать? Как продолжать? Надо помогать своим людям вас повторять. То есть вы садитесь точно так же. И говорите, если вы будете только строить цели, каждый дел не пойдет. Вы садитесь, ставите. Вот написали ответы на эти вопросы. Поиграли, создали домашний кружок. Распланировали. Завтра будем звонить. Завтра пойдем писать. Завтра пойдем делать посты. Завтра пойдем... Не знаю, с Рофосом пойдем всех кристируем. Начинайте действовать. Потому что только в действии рождается понимание. Правильно цель прописана. Что-то скорректировать. Начинаем действовать. Обязательно консультируем, спонсируем, поддерживаем своих людей, которые пригласили. За всю историю я ни разу не бросила ни одного человека. Даже если люди делали глупости и очень большие. Я всегда была рядом. Все знают, кто... Хорошо это так или не так. Но знаю, да, есть определенные... Сегодня я, конечно, себя огородила определенными лидерами, да, которые... Потому что, ну, конечно, у меня в организации тысячи человек, и будет это просто очень тяжело мне со всеми взаимодействовать. Но есть люди, которые могут мне позвонить, в общем-то, в час ночи. Но они просто этого не сделают, потому что они уважают мой сон и мое время. Но если что-то, они знают, что они брошены, не будут. Да, они знают, что мы вот эти вещи, мы рабочие, мы по рабочим моментам, мы обязательно все обсудим, решим, найдем решение. И выход какой-то сложится в ситуации, или это будет какая-то помощь, в плане того, что мы сформулируем какое-то событие или еще что-то. То есть это работа, и это ваша команда. Просто так, когда вы бежите, говорите, ну, Вась, ну вставай с дивана, пошли продавать продукт. Антон, побежали, сейчас там вот, ну все, без тебя вот разберут. Это не работает. Это именно когда человек готов действовать. Это тоже важно. Итак, я обещаю написать вам процент, откуда и как берутся деньги. Мы просто смотрим базу, какие здесь делаем действия. Покупаем продукт. Ну, здесь единственное, что, простите уж мою оплошность, здесь, по-моему, старые цены немножечко стоят, плюс-минус сильно, 2-3% может разница. Итак, покупаем свой продукт, да. Ваша закупка. Это может быть продукт, либо вы покупаете минимально на 7 тысяч рублей, и потом добираете заказы продукта с 10-20% скидка, то есть маленькие заказы, тогда у вас еще будет кэшбэк за продукт 5196 рублей. Можете этого не делать, можете все сразу для себя использовать. Считайте все кейбэки, которые у вас есть, да, это 5% и 10% и плюс дополнительные бонусы. Как это выглядит в деньгах, да, то есть ваш заказ, а здесь у Каска я не помню, клип есть, нет. Ваш заказ, бонусы за рекомендации, вы зарабатываете 5196 рублей, но опять-таки 2-3% я могу ошибиться из-за изменения цен. Доходы от первой линии, то есть за то, что вы выполняете квалификации, то есть минимум с одного человека 731 рубль, максимум 2657 рублей. То есть чем выше ваши квалификации, тем больше ваши доходы. И что мы имеем по структурам, то есть по минимальному считаем, 731 рубль примерно, да, то есть мы имеем с первой линии, простите, не с одного, с первой линии. Это вот минимум-минимум-минимором, который вот прям вообще, как правило, такого варианта ни у кого нет, но только просто у пассивных людей, кто пассивно с этим работает. То есть не входит в это профессионально. Доход с первой линии 3657 рубль, со второй линии 18287, и с третьей 182875 рублей. Если все вместе это сложить, то это 204819 рублей. Это только первые три уровня. Эта схема, конечно, идеальна. Это не, это, она, ну, скажем так, 100%, наверное, может быть рабочей, безусловно, да, если вы правильно выстраиваете, у вас жесткая дисциплина. Понятно, что, наверное, ну, все-таки надо на корректировки на жизнь, наверное, вносить. Но это работает так. Вот эти цифры, эти проценты, они здесь заложены. Берете вы их или нет, уже точно зависит от вас. Поэтому, друзья мои, живите в стиле Project V, никогда не останавливайтесь, пишите четко свои цели. Если что-то, что-то не получается, вы в чем-то вдруг засомневались, ну, что-то, не дай бог, вспоминайте свой список и всегда говорите, почему у меня это получится. Я вас люблю, я желаю вам больших денег и больших успехов. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok